А в Израиле вот придумали современный и абсолютно честный способ делать деньги из воздуха. Нужно просто-напросто продавать идеи, которые в этом воздухе витают. Елена Ландер с подробностями. Стартап Нейшн, это звучит гордо сегодня. Израиль занимает первое место в мире по проценту ВВП, который тратится на научные исследования. Почему же именно израильтяне получили звание нации стартапов? Может быть потому, что государство Израиль само по себе и есть стартап. Амбициозный молодой проект. В условиях ненадолго прекращающейся войны, при фактическом отсутствии энергоресурсов, людям предстояло запускать экономику в пустыне. А еще израильтяне любят рисковать. Есть разные стартапы, разные инвесторы. Есть инвесторы, которые инвестируют в компанию на уровне, когда нет еще прибора или какого-то программы, или что стартап занимается. Технологии приходят в голову изобретателям в прямом смысле слова – из воздуха. Когда включается аппарат, он начинает генерировать воду. То есть он берет, он пустой. Он берет воздух, всасывает в себя воздух и производит воду. Машина из фантастических фильмов. По принципу работы напоминает кондиционер. На выходе вода фильтруется, насыщается минералами и электричество много не требует. Всего 6 киловатт в сутки. В день получается 20 литров воды. Есть две кнопки – подача воды и подогрев. Вам нужно кнопку сделать. Чудо. Чудо. Лыхаем. 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 За жизнь. Традиционный еврейский тост.